Я снова рад приветствовать гостей и подписчиков своего канала. Сегодня я предлагаю вам совершить очередное виртуальное путешествие. Сегодня мы с вами отправляемся аж в 1982 год в студию Андрея Тропилла, потому что говорим мы сегодня о записи альбома 45. Воспоминания записи этого альбома сохранилось немало, но порой они очень и очень противоречивые. Запись этого дебютного альбома группы Кино обросла различными байками. И вот чтобы все как-то это проверить, расставить по своим местам, мне потребовалось почти два месяца. Огромное спасибо за терпение. Всем моим друзьям, музыкантам, звукорежиссерам, которых я все это время доставал своими вопросами. Всех вас я поблагодарил в конце этого выпуска. Поехали! 45. Дебютный альбом дуэта с незатейливым названием Кино, подпольно записанный в стенах Ленинградского дома пионеров и при непосредственном участии музыкантов группы Аквариум. Лаконичным лирическим композициям, полностью лишенным злободневности и каких-либо идеологических призывов, было суждено проложить путь начинающему талантливому автору в мир неугасающих звезд. Записывая свои первые творческие изыскания на пленку, причем не в самых лучших условиях, Виктор Цой не возлагал на этот труд каких-то особых надежд, и давно уже написанная им композиция «Алюминиевые огурцы» теперь как нельзя, кстати, отражала существующее положение дел, которые происходили на тот момент в студии «Антроп». Я сажаю алюминиевые огурцы на брезентовом поле. Плевла, брошенные в неблагодатную почву, не дадут всходов. А следовательно, игра не стоит свеч. Но, тем не менее, я отношусь к происходящему с юмором, а главное, мне нравится этим заниматься. Единственный, кто в те дни понимал все волшебство происходящего в студии Андрея Тропила, был Борис Гребенщиков. И он не ошибался. Альбом «45» прошел свою проверку временем, и песни из него пользуются популярностью и по сей день. Где и когда все началось? Когда зародилась та самая цепочка событий, которая в итоге привела Виктора Цоя в студию «Антропа»? Удивительно, но существует официальная дата этого события. 21 марта 1981 года. Согласно воспоминаниям Виктора Цоя, которые приводятся в книге Александра Житинского, их знакомство с Борисом Гребенщиковым произошло на дне рождения Андрея Тропила в ресторане «Брик». Несмотря на то, что на тот момент Виктор Цой был всего лишь басистом в группе Андрея Панова, в его репертуаре имелось уже около пяти песен собственного сочинения. По воспоминаниям Андрея Тропила, в тот вечер Виктор Цой исполнял их, аккомпанимируя себе на ударных инструментах. Концерт задержался, в общем, когда я пришел, это уже было там чуть-то не без 15.10, выяснилось, что можно играть только до 10 часов, потому что дом заселен какими-то старыми коммунистами, которые уже стали милицию вызывать. В общем, мы тут стали играть, но на этот концерт, между прочим, пришел, внимание, Цой, про Цой, про АУ. Пришел коллектив АУ, в котором на бас-гитаре играл Виктор Цой. И был, кто руководитель там был? Свин. Только тогда они назывались не АУ, а они просто назывались группа Хуй. Вот именно так. Никакого АУ еще не было, потом АУ появился. Вот, кстати, еще интересно, что у них еще был на ударных сегодняшний завет директор Октябрьской железнодороги, между прочим. Там Боря пришел, пришел Цой, который, кстати, единственный раз в жизни я видел, он пел песни, играя на ударных инструментах. Один раз видел в жизни, но было. И пел он песню «И в окошке твоем не горит свет». Вот. Заочно же и Цой, и Гребенщиков уже знали о существовании друг друга. С текстом песни «Мои друзья» Гребенщикова познакомил Артемий Троицкий. Он же и рассказал ему о корейце, который пишет артикулированные песни. Вторая встреча музыкантов произошла в электричке. В тот вечер Гребенщиков возвращался в Ленинград с концерта в Петергофе. И по его воспоминаниям, Цой спел тогда ему пару песен под гитару, одной из которых была песня «Мои друзья». Сколько еще таких встреч было впоследствии, теперь уже никто не вспомнит, да и неважно. Нас с вами интересует та самая решающая встреча, на которой Гребенщиков предложил Гарину гиперболоидам записать свой собственный альбом. А произошло это событие не на дне рождения Алексея Рыбина в декабре 1981 года, как он сам сейчас говорит, и не на дне рождения Игоря Покровского по кличке Пиночет, как указывается в других источниках, а в совершенно другом месте. Согласно самым ранним воспоминаниям Алексея Рыбина, которые датированы 1991 годом и приводятся в его книге кино с самого начала, предложение от Бориса поступило в марте 1982 года, и произошло это в гостях у небезызвестного Гены Зайцева, куда Борис Гребенщиков специально пригласил их для того, чтобы сообщить им эту радостную новость. К тому моменту в группе произошел целый ряд важных событий. В начале года Валинского забрали в армию, и группа превратилась в дуэт. А еще ребята успели вступить в ряды музыкантов Ленинградского рок-клуба, отыграть свои первые московские квартирники и завоевать первых поклонников. Но все самые-самые важные события были у них еще далеко впереди. У нас было трое, Олег Валинский у нас был непременным участником группы, барабанщиком, играл на бонгах, на всяких перкашенс и пел. Он хорошо очень пел и поет. Он пел в хоре в детстве, поэтому раскладывал на голоса все эти наши опыты и оказывал серьезную помощь. Знаешь, играть было легче всего тогда, потому что никто не обращал внимания на кто как играет. Никто ничего не слышал, во-первых, лажаешь ты или нет, ты не понимал сам, правильно ли ты играешь или неправильно, поскольку не слышал. Не слышал, не было ни мониторов, ни ушей. Да нет, не слышал, не слышал, просто не слышал, просто не слышал, не отличал там четверть тона от, ну как все равно. Главное играть. Да, да. Поэтому абсолютно расслабленно, спокойно, все играли, как умели, так сказать. Никто ничего не боялся. Это было прекрасное состояние, на самом деле, потому что когда начинаешь себя ловить и контролировать, переписывать 28 раз трек, получается все чисто, потом замечательно, но смысл жизни теряется. Борис Гребенщиков появился на жизненном пути Виктора Цоя очень своевременно, впрочем, как и все остальные люди и события на его жизненном пути. В жизни Виктора Цоя все детали пазла складывались таким образом, чтобы в итоге это превратилось в грандиозное бессмертное полотно. Яркий, но короткий жизненный путь «Прямая дорога в бессмертие». Преждевременная смерть талантливых личностей запечатлевает их во времени. Их жизнь порой похожа на сказку с несчастливым концом. И тут невольно задумаешься, а что лучше? Медленно тлеть до сотни лет? Или ярко сгореть в свои 28, навсегда оставшись в памяти миллионов поклонников? Как только Гребенщиков и Стоварищи закончили работу над альбомом «Треугольник» в студии «Антроп», тут же было принято решение незамедлительно записывать Гарина и гиперболоидов. Борис не только уговорил «Тропило», сказав, что группа очень интересная и много времени не займет, но и помимо помощи аквариума в записи, взвалил на себя впервые в жизни роль продюсера. Поговорил с «Тропилой». «Тропило» говорят, что, как скрипя сердце, значит, ну раз Боря попросил, я сделаю, ладно. Но прежде чем приступить к работе, Цою и Рыбе еще предстояло придумать новое название для группы и сыграть всю программу будущего альбома для музыкантов аквариума. К тому моменту мало того, что сами музыканты уже решили сменить свою вывеску, так еще и Борис посоветовал придумать им новое название. Промучившись пару дней в поиске подходящего слова, ребята, как-то шагая по улицам Ленинграда, становились на слове «кино». Натолкнула их на эту мысль вывеска, которая красовалась настоящим перед ними кинотеатре «Космонавт». Прослушивание проходило на квартире Михаила Фанштейна, и помимо него в комиссию входил дюша Романов, ну и, конечно же, сам БГ. Фан разлил по разнокалиберным кружкам крепкий чай и аквариум приготовился слушать. В киношнике сыграли около десяти песен, которые Борис и с товарищей сопровождали гробовым молчанием. Музыкантам стало не по себе. До этого они еще не встречали подобной реакции на свои песни, хотя выступали довольно часто. Дюша и Фан неотрывно смотрели на них таращи глаза, а Борис беспрерывно курил беломор, думая явно о чем-то своем. «Ну вот, примерно в таком роде», — сказал Цой. «Ну как вам?» — спросил Гребенщиков и друзей. Дюша, наконец, ожил, лицо его приняло человеческое выражение, и он с облегчением произнес. «Да что говорить! Это просто здорово!» «Все это нужно писать, конечно», — поддержал дюшу и Фан, поняв, что роль члена комиссии подошла к концу. «Я вам говорил», — улыбнулся Борис. Тут же был назначен первый день записи, Гребенщиков полистал свой деловой блокнот, помычал и предложил ближайший понедельник через два дня. Несмотря на то, что ни у Цоя, ни у Рыбина совершенно не было времени на запись, такой шанс упускать они не собирались. Тем более, что за них хлопотал сам Борис Гребенщиков. Алексей в итоге отпросился с работы на неделю за свой собственный счет, а Виктор раздобыл справку из училища от какого-то мифического врача. Выбором композиций, которые непременно должны были войти в будущий дебютный альбом, Виктор Цой занимался единоличным. Ему хотелось вместить будущую запись как можно больше композиций, но хронометраж пленки составлял, к сожалению, всего 45 минут. В итоге многие замечательные композиции того времени остались за кадром, и если бы не запись новогоднего квартирника у Сергея Рыженко, то мы бы с вами их так никогда и не услышали. Он стеснялся своих песен вообще? Сначала он стеснялся, да, сначала он стеснялся. Сколько я его знал, он все время стеснялся. То есть считал, что это такое творчество для себя, да? Нет, нет, он стеснялся в компании музицировать, он замыкался. То есть он играл, поскольку мы играем с ним квартирников, он так он все время весь в себе, и так закрывал глаза, пел с закрытыми глазами, все время он так вот был достаточно зажатый человек. В назначенный день мы приехали к Сайгону. Здесь мы должны были встретиться с Борисом и поехать в студию. Вы пунктуальны. Поприветствовал нас Борис, стоящий за ближайшим к дверям столиком с пирожком в руке. Ты тоже. Ну, я в это время обычно здесь завтрак. Мы взяли по традиционному маленькому двойному без сахара и присоединились к трапезе с военными пирожками. И повторив еще раз по маленькому двойному кофе, мы вышли на Невский, сели на 22-й автобус и отправились в студию Тропилы. Через Охтинский мост, через площадь Брежнева и вышли где-то на Охне. Борис подвел нас к серому четырехэтажному кирпичному зданию. Около дверей на облупленной стене висела большая стеклянная таблица. Дом пионеров и школьников. Вот и наша студия, улыбаясь сообщил Борис. Мы вошли в этот штаб Охтинской пионерии, поднялись на последний этаж, прошли по длинному коридору до тупика. Борис толкнул рукой очередную дверь, она открылась перед нами и БГ сказал. Ну, знакомьтесь. Мы вошли в знаменитую, правда в довольно узких кругах, студию, где родились все альбомы аквариума. В студию таинственного и неуловимого Андрея Тропилы. Несколько комнаток, выделенных под студию звукозаписи Охтинским пионером и школьником, были завалены разнокалиберной полуразобранной и полусобранной аппаратурой. Здесь, видимо, шел постоянный процесс обновления. Из трех старых пультов собирался один новый, из одного длинного шнура три коротких, на стенах висели гроздья микрофонов разных марок и так далее и тому подобное. Проходя по комнаткам, мы натыкались то на одинокий барабан без пластика, то на гитару без грифа, ноги попадали в капканы из гитарных струн, петли которых валялись там и сям на полу. Сама же камера звукозаписи была, правда, в идеальном порядке, но мы увидели ее чуть позже. А пока мы встретили только хозяина этого местечка. Да, вот здесь студия была как раз. А, собственно, она здесь еще и будет, я думаю. Вот, видите, темно, но ничего. Вот здесь как раз и записан весь фундаментальный рок-н-ролл нашей страны. Такое место абсолютно специфическое. Никакого другого места не было, нет и уже не будет никогда. Здесь вообще, по идее, должны были быть пионеры, должны были озвучивать фильмы. Собственно, вот эту акустику, стены эти, это делало ЛАМО, Ленинградское психомеханическое объединение. А полы делал я вместе с Константином Кинчевым, который здесь покрывался смесью клея БФ с графитом, для того, чтобы пол был проводящий, чтобы статическое электричество не накапливалось и не щелкало, а щелчки записываются на пленке. Группа телевизора пробивала вот эту дырку, например, для воздуха. А где музыканты играли? Где стояли установки? Вот здесь, вот здесь, вот на этом подиуме обычно стояла ударная установка. Нет, это установка, здесь вот бочка стоит, здесь сейчас здесь малый барабан, вот здесь сидят ударники, соответственно, здесь микрофоны стояли. Музыканты, обычно здесь было 2-3 музыканта, не больше, остальные музыканты находились в аппаратной комнате и слушали звук, который шел уже через колонки. И туда записывали. Изначально мы записывали все это методом наложений, в 2-3 наложения, а потом уже постепенно, когда появился многоканальный магнитофон, восьмиканальный, ампекс, это стояли многоканальные записи. Ну, восьмиканальные. Вообще, действительно, здесь звук совершенно особенный, нет эха совершенно. Она подглушенная, подглушенная студия. Я бы даже сказал, что она переглушенная, но, тем не менее, с 79-го по 86-й год я здесь сделал все то, что называется базисом истории отечественного русского рок-н-рога. Андрей Тропила был одет в серые просторные брюки, висевшие мешком, войлочные домашние тапочки и какой-то серенький светерок. Лицо звукорежиссера заросло усами, бородой и неопрятными сальными волосами, свисавшими на лицо и иногда закрывавшими умные проницательные глаза. Само же лицо постоянно светилось счастливой полуулыбкой. Тропила, как мы потом убедились, всегда был абсолютно спокоен и никогда ничему не удивлялся. Видимо, он находился все время в состоянии глубокой медитации и не обращал внимания на то, что пьяные толкают его на улицах и в транспорте, что в магазине не дают сдачу, что пиво в ларьке заканчивается прямо перед его носом. Ничто не могло вывести его из состояния внутреннего созерцания чего-то там нам неизвестного. Прямо вслед за нами приехали Фан, Дюша и Сева. Все были в сборе и можно было начинать. — Вы барабаны пишете? — спросил Тропила. — Да вообще-то надо бы! — начал Витька. — А-а-а, у вас барабанщика нет, — понял звукорежиссер. — Хорошо, драм-машину хотите? — Драм-машину? — Витька, попробуй с машиной, — посоветовал Борис. — Это будет интересно, новое и необычно. — Новые романтики, новый звук. — Хорошо, давайте попробуем. — Тропила быстренько вытащил откуда-то драм-машину, и ею немедленно занялся фан. Мы с Витькой даже не подходили к такому чуду. — Ну, проходите в камеру, — пригласил нас Тропила. — Мы прошли в камеру звукозаписи. Уютную, красивую, чистую и звукоизолированную комнату. Там был полный порядок. Стояли уже два стула, две стойки с микрофонами для нас и для наших акустических гитар, лежали шнуры для наших электрических гитар, стояли барабаны для отсутствующего барабанщика. Мы настроили инструменты. Витька 12-струнку, а я электрическую гитару, одолженную у Бориса. В 13 из 14 записанных композиций для альбома Виктор Цой играл на собственной 12-струнной акустической гитаре фабрики Уначарского. Алексей Рыбин записывал свои сольные партии на гитаре Бориса Гребенщикова, которому самодельный гипсон-леспол красного цвета достался от известного фотографа Андрея Вилли Усова. Согласно воспоминаниям Алексея Вишни, гитарой подзвучивались французским микрофоном Ланьер, который в свою очередь подключался к ламповому усилителю из комплекта кинооборудования. Сегодня будем писать болванки. «Чего?» — не поняли мы звука режиссера. «Болванки!» — повторил Тропила. Он сидел в аппаратной, говорил нам в микрофон, что нужно делать, и мы видели его через небольшое застекленное окно. Рядом с Тропила торчали головы Бориса, Дюши, Сева и Фана, которые уже что-то выжимали с дыром машины. Какое-то пшиканье, шлепанье и бряканье. «Бас пишем сегодня?» — спросил Андрей у нас. «Бас гитары нет», — печально ответил Витька. «Ладно, потом. Пишем акустику и вторую гитару. Рыба, играй подкладку, соло наложишь вместе с голосом. Поняли?» «Поняли. Ну, порепетируйте, заодно отстроим драм-машину». Мы никак не предполагали, что с драм-машиной у нас будет столько возни. Тогда мы впервые столкнулись с этой штукой и никак не могли удержаться в нужном ритме. Все время улетали вперед. Все дело было в том, что машина была очень плохо слышна, и Витькина гитара забивала пшиканье этого аппарата. А когда возникала пауза, то выяснялось, что мы опять вылезли из ритма. Поскольку закоммутировать машину иначе было невозможно, то решение проблемы нашел Фан. Он стал размашисто дирижировать нам из аппаратной, мы смотрели на него и кое-как записали несколько болванок, придерживаясь нужного ритма. «Ну все, на сегодня хватит», — сказал Тропива. «Как? Уже все?» — удивились мы. «Ребят, мы уже почти пять часов пишем, пора заканчивать. У меня еще здесь куча работы. Через два дня продолжим». Тропива был категоричен. «Как пять часов?» Мы посмотрели на часы, действительно уже близился вечер. Я понял, что неделя, взятая в тюзе за свой счет, никак не покроет время записи. Да и Витькина справка тоже. Нужно будет как-то выкручиваться. В итоге мы с Витькой обвинялись опытом. Ранним утром следующего дня я пошел к врачу, начал кашлять, чихать и жалостливо говорить доброму доктору, что такого плохого самочувствия, как сегодняшней ночью, у меня еще никогда не было. А на работе у меня страшные сквозняки, и что это все просто невыносимо. И мне кажется, что у меня воспаление легких. Добрый доктор послушал меня через трубочку, выписал больничный лист на три дня и сказал, чтобы больше он меня здесь не видел. Витька же долго плакал о себе в училище, говоря, что у него сейчас такие дикие, чудовищные семейные обстоятельства, что он никак не может с полной отдачи резать по дереву. И тоже в итоге получил разрешение на несколько дней не посещать занятия. Мало того, что Тропила постоянно находился в состоянии самосозерцания, он еще был весь погружен в вечный и непрекращающийся эксперимент. Когда мы собрались в следующий назначенный им день, он сообщил, что болванки писать мы пока не будем, что с этим переждем, а наложим недостающие партии на уже записанную основу нескольких песен и послушаем, что получится. «Надо чередовать приятное с полезным», сказал он и зачем-то подмигнул нам. Мы тоже ему для чего-то подмигнули и отправились в камеру. У Витьки в руках на этот раз была бас-гитара, принесенная хозяйственным фаном. Я же готовился играть соло. Согласно воспоминаниям самого Цоя, бас он успел наложить всего лишь на три композиции. На какие именно, я, как обычно, укажу в конце выпуска. Бас-гитара Михаила Фанштейна и Елана Бас Студио записывалась точно так же, как электро- и акустическая гитара. То есть через французский микрофон-ланьер, подключенный к ламповому усилителю из комплекта киноаппаратуры. За два захода мы записали оставшуюся музыку к первой песне, потом с четвертого или пятого дубля Витька наложил свой голос, потом мы послушали то, что получилось, и Борис сказал «Лешка, ты не против, если я наложу здесь еще одну гитару?» «Пожалуйста», — сказал я. Потом он спросил у Витьки. «Витька, тебе не кажется, что здесь в рефрене нужно наложить еще несколько голосов?» «Давай попробуем», — согласился Витька. «Да-да-да», — оживил Стропила, — «я тоже спою». И мы все вместе спели хором песню «Время есть, а денег нет». Борис при этом играл на гитаре, пущенной через ревербератор, дикое атональное соло, и в целом вещь получилась довольно мрачной. Мы намучились настройкой инструментов при наложении сольных партий. Тюнеров у нас тогда еще не было, и при записи болванок гитары были настроены не по камертону. И теперь мы подтягивали и подтягивали струны, крутили колки и недовольно крутили головами. Времени на все это, включая 9 или 10 дублей записи, ушло очень и очень много. И мы успели в этот день записать музыку без вокала еще к паре песен. Как вдруг смена закончилась. После всеобщего перекура мы послушали еще раз «Время есть, а денег нет» и пришли в восторг. Это понравилось всем. И нам, и Борису, и Фану с Дюшей, и даже Тропила. Ему вообще-то трудно было угодить, но на этот раз нам это удалось. Тем более, что в рефрине был явственно слышен его демонический голос. Время нашей записи уже перевалило за 2 недели, а до конца было еще довольно далеко. Витька наконец решил, какие песни точно должны войти в альбом, и насчитал 14 штук. Записано было еще только 7 или 8. Мы писали по новому методу Тропила, блоками по несколько песен, доводя работу над ними до полного завершения. С голосом, подпевками и всем остальным. По воспоминаниям Алексея Вишни, запись альбома 45 производилась на 2 катушечных магнитофона марки «Тембр». Какой именно тембр был у Андрея Тропила, неизвестно. Зато Алексей вспомнил, что магнитофоны на антропе были с секретом. Во-первых, они были переделаны под 38 скорость, а во-вторых, на них стояли головки от профессиональных магнитофонов СТМ. Были ли магнитофоны Тропила уже в 1982 году переделаны по 38 скорость, точно неизвестно. В качестве студийных мониторов выступали акустические системы радиотехника С90. Вокальный микрофон, предположительно конденсаторный телефункен. Усилитель Brick 001. Ревербератор, предположительно, Динокорд ЕС-280. Что же касаемо микшерного пульта, который использовался при записи и сведении альбома, то на студии Тропила в тот момент их было два. Один из них был самодельным, собранным из ячеек ламо. Второй был промышленным и назывался солист. Какой именно пульт Тропила использовал при записи и сведении альбома 45, точно неизвестно. Сама по себе запись альбома продолжалась с переменным успехом. То у Тропила в студии была какая-нибудь комиссия, то мы не могли отпроситься со своих табельных мест, то еще что-нибудь мешало. Однажды, например, Витьке пришлось даже съездить на овощебазу вместо Тропила. А Андрей в это время записывал мои гитарные соло, Севину виолончель и Дюшину флейту на песню «Мои друзья». Тропила продолжал медитировать, экспериментировать и вдруг сыграл чудесное трепетное наивное соло на блок флейте в сольном Витькином номере «Я посадил дерево». Тут, кстати говоря, есть даже одна моя тема. Есть такая песня «Дерево», на которой Андрей Тропила играет на блок флейте. Так я играю не просто, я играю. Там мелодия сама, это мною сочиненная мелодия, принадлежит мне, а не видите. Наш звукорежиссер продолжал удивлять нас все больше и больше. Он походил на какого-то рок-пророка, высказывал совершенно независимые суждения абсолютно обо всем, строил категоричные прогнозы и, что странно, все они со временем сбылись или сбываются. И был постоянно окружен учениками. Когда количество учеников становилось больше двух, Андрей начинал переправлять их Борису, который обучал юных последователей жизненной школы Тропила игре на гитаре. В период записи нашего альбома, как раз один из таких непрекаянных учеников находился в метании между БГ и Тропила и присутствовал на каждой сессии звукозаписи кино. Иногда Борис освобождался от работы над нашим звуком на 5 или 10 минут, и тогда сразу же садился в уголок с учеником и показывал ему пару новых аккордов на гитаре. Услышав же, что мы с Витькой начали репетировать новые песни, убежал снова к нам от футболев ученика Тропила, который сажал его за пульт и начинал терпеливо объяснять на примере нашей записи, какие ручки и в какой момент нужно крутить. Ученик этот был очень старательный, добросовестный и, как нам показалось, совсем юный отрок. Толстенький, кругленький, очень вежливый и восторженный. Звали этого ученика Алеша Вишня. Мы со Славой Егоровым пришли к Тропиле о чем-то, как всегда, попросить. Ну, а что еще к Тропиле ходить было? Или что-то разузнать. Пришли, а там играет Соня. И Борис Борисович в студии. Ну, мы, здравствуйте, здравствуйте, рады видеть. И таким образом познакомились с Рыбой и Цо. В общем, я пришел, я был удивлен. Какие-то два таких Лючеку. У Рыбы просто глаза такие. А вот Цоя, ну, от природы. То есть, я подумал о эскимосах. Вишня, как я понимаю, стал нашим вторым официальным фаном. Но в отличие от агрессивного звериного восторга Владика Шибашова, он полюбил Витькины песни чистой, романтической, первой юношеской любовью. Лешка зазывал нас к себе в гости и, наконец, зазвал. Жил он совсем рядом со студией. Дома у нового поклонника группы кино, который вскоре стал настоящим нашим другом, было очень уютно и свободно. У Вишни стоял отличный бытовой магнитофон со сквозным каналом, а также куча разных примочек, пультов, колонок, микрофонов, гитар и дудочек. Вишня собирал у себя домашнюю студию и, в конце концов, собрал. С помощью Тропила и собственной энергии. Лешкина родители не ругали сына за увлечение роком, и здесь можно было расслабиться, послушать спокойно свои Вишнины записи, пленки других неизвестных нам еще команд. Кстати, Тропила помогал Лешке во всем, в том числе и в накоплении музыкальной информации. Общаться с нашим новым другом было легко и приятно. Он, судя по всему, очень нас полюбил. Страшно рад был видеть у себя в гостях, и в его любви не было тяжести заискивания и лести. Лешка обладал удивительно скромным и незаметным, но при этом твердым настоящим внутренним достоинством. Кстати, вспоминая мои недавние рассуждения, могу сказать, что Вишня из тех людей, что не опаздывает. Он был очень пунктуален. Как и многие из нас, он уже получил трудовое крещение. Работал на каком-то жутком вредном текстильном производстве, за что получал неплохие деньги. Которые, кстати, тратил на магнитофонные ленты, микрофоны и фотоаппараты. Он очень любил снимать и предложил даже сделать обложку для нашего магнитофонного альбома. Начался май. Было уже тепло, и травка пробилась сквозь вазут на асфальтную почву, когда в очередной раз, собравшись в доме пионеров и школьников, мы обнаружили, что на 14 записанных нами песен накладывать уже больше ничего не нужно, и что они уже реально готовы. Это было очень неожиданно, потому как мы привыкли сюда ходить буквально как на работу. Теперь мы просто растерялись. А что же дальше? Весь день мы занимались порядком расположения песен на альбоме, потому что Витька никак не мог решить, в какой последовательности они должны идти. И мы сидели вместе с аквариумом, писали, переписывали и совсем замучили Тропилла нашими парадоксальными предложениями. Наверняка каждый из вас неоднократно слышал историю о том, как во время записи альбома 45 Борис Гребенщиков учился такому делу, как звукорежиссура. Крутил там различные ручки на микшерном пульте Андрея Тропила, управлял магнитофоном тембр, на который производилась запись. И вот однажды во время записи песни Восьмиклассница он случайно повернул ручку скоростей на магнитофоне не в ту сторону, из-за чего в итоге песня Восьмиклассница потеряла в качестве. Вот лично у меня всегда были большие сомнения на этот счет, потому что песня Восьмиклассница звучит так же хорошо, как и все остальные композиции этого альбома. Ну, я немножко неправильно сказал, не все остальные композиции альбома. Все-таки одна композиция на альбоме 45 звучит очень плохо. Она плохо записана, либо плохо сведена. Я скажу о ней чуть маленько позже. Так вот, я даже проводил такой опрос среди своих подписчиков и спрашивал их, как вы считаете, какая песня на альбоме записана хуже всех остальных? Называли самые различные композиции, но чаще всего сходились на композиции Асфальт, которую я как раз таки и подозреваю. Но Восьмиклассницу никто ни разу не назвал. Вот согласитесь, что песня и Асфальт действительно звучат хуже, чем все другие композиции. Она хуже записана, хуже сведена. И ведь есть какая-то причина, по которой Виктор Цой из альбома ее в итоге выкинул. А он всегда выкидывал то, что было плохо записано, то, что плохо звучало, или то, что ему вообще не нравилось. Так может быть Гребенщиков все-таки испортил именно Асфальт, а не Восьмиклассницу? Я стал искать истоки. Мне стало интересно, кто когда вообще впервые сказал о том, что Гребенщиков испортил Восьмиклассницу. И оказалось, что впервые нам об этом сказал Кушнир в книге «Сто магнита альбомов советского рока». Это 91-й год, по-моему. Откуда такая информация у Кушнира, неизвестно. Но вот с тех пор, основываясь на том, что он сказал в этой книге, все это стали повторять в различных передачах, интервью и так далее. А может быть он просто ошибся, может быть ему просто дали неверную информацию. Но вот согласитесь, что Восьмиклассница звучит очень и очень хорошо, неотличимо от остальных композиций, чего не скажешь об Асфальте. Даже если взять одну из первых копий альбома, даже там Асфальт звучит хуже, чем остальные композиции. Но сам я это доказать никак не могу, а провернуть тоже не могу. Поэтому я обратился к звукорежиссеру Екатеринбургской студии Физи Рекордс Филиппу. И он сейчас прокомментирует этот момент. Возможно, я ошибаюсь. Также Филипп ответит на некоторые другие вопросы, которые я ему задал. Добрый день, друзья, подписчики канала Виктор Цой, так, как оно было на самом деле. Меня зовут Филипп, я звукорежиссер студии звукозаписи «Физерек Екатеринбург». Сейчас вещаю из дома. По просьбе Александра хотел бы подключиться к вопросу касательно мифов, так сказать, и расследований на тему записи альбома, дебютного альбома группы «Кино», который называется «45». Моё мнение совершенно субъективно, вот, и оно отличается от общего и от мнения Александра. Вот, я сделал свою аналитику альбома «45», вот, с самого, так сказать, первого трека, ну, в таком порядке, в котором они у меня есть. Я так подписал, которые успел, остальные уже так, на слух, можно сказать, определял. Воспроизводить, к сожалению, я не могу, поэтому сразу же я этот момент исключаю. Но, всё-таки, опираясь на графики, на график эквалайзера, я пользуюсь фаб-фильтром Q3, я обнаружил некоторый интересный момент. Так, сразу отключаем звук. Некоторый интересный момент, что шум, который присутствует полностью на всём альбоме, соответственно, это, я так полагаю, шум магнитофона, на который был записан сам альбом, он на протяжении всей записи, всей плёнки примерно на одном уровне. Вот я сейчас переключился уже на другой трек, песню, то есть я сейчас увеличение сделал в 3 дБ, то есть мы видим, что минус 1 дБ, это уровень шума на частоте 22000 Гц. Мы переходим к песне «Алюминиевые огурцы», он здесь даже немножко меньше. «Солнечные дни», ну, немного, да, вот он выше, чем в предыдущих работах, я томить долго не буду. В общем, так оно, в принципе, идёт по альбому. Ну, и перехожу сразу к предпоследнему треку, не знаю, он у меня предпоследний, так ли он в действительности и идёт в таком ли порядке, он называется, не знаю точно название, короче, «Моё дерево», да, там он начинает со слов «Моё дерево». Вот, соответственно, здесь уровень шума значительно выше, то есть раза, наверное, да, там, ну, визуально, если определять, несколько выше. Затем идёт песня, так, «Битником был», да, здесь у нас уровень шума снова падает, то есть вот эта вот композиция, это «Битником был». Здесь уровень шума снова в пределах минус одного децибела, и мы продолжаем дальше. Ну, я вижу вот последний трек на альбоме, конечно же, здесь значительно выше уровень шума, этот уровень шума настолько высокий, встречается вот в этих двух композициях и немного ещё в, по-моему, солнечные дни. В общем, песня «Пора спать» и песня «Моё дерево», они звучат как одна композиция, то есть они звучат как единое целое, в них определённо такой же уровень, точнее, перечень инструментов, звучание, общий характер песни. И такое ощущение, как будто эта песня просто разделена пополам, и между ними вставлена песня «Битником был». Такое вот моё, в кавычках, «экспертное мнение». Когда я прослушивал эту запись, я обратил внимание, что низы более гулкие, менее детальные, больше каких-то артефактов встречается, и, соответственно, более громкий шум записи. Это вот на что я обратил внимание. И эти две композиции записаны как будто бы подряд, но потом разделены. Такое ощущение. Запись на пониженной скорости на самом деле я не записывал никогда на магнитный магнитофон. Я сейчас пользуюсь VST-плагинами, которые имитируют окрас плёнки. И переключая различные режимы, я обратил внимание, когда мы выбираем меньшую ширину плёнки или скорость записи, соответственно, качество становится менее детальным. Это обусловлено тем, что при воспроизведении более медленно записанной записи мы услышим менее детальный звук. То есть за одно и то же количество времени записано меньше информации. Соответственно, звук менее детальный. И на выходе мы видим вот такое звучание более низкого качества. А так вообще альбом в первую очередь мне почему-то показался неким сборником, скорее чем альбомом, поскольку композиции очень разнятся по звуку. Некоторые по характеру, по подаче, так сказать. Но Александр развеял это мнение, сказал, в какие сроки было записан. И это действительно альбом. Прошу не судить строго. Я, опять же говорю, это субъективное мнение. Я далеко на самом деле не эксперт. Но я вот такое увидел, такое услышал на этом альбоме. Спасибо за внимание. Всех с Рождеством, наступившим Новым годом, хорошего настроения. В общем, если что, пишите в комментарии. Буду читать, кому смогу, отвечу. Хорошего дня. До свидания. Обложек у альбома 45 существует несколько вариантов. Самый известный нарисовала Марьяна Родованская. Она же и придумала название альбома. Согласно старым воспоминаниям Алексея Рыбина, Марьяна, рисуя обложку, просто взяла и написала 45. По той причине, что хронометраж магнитофонной бобины, на которую записывали альбом, при 38-й скорости записи составлял 45 минут на обе стороны. К тому же альбом занимал практически всю пленку. Его хронометраж был более 40 минут. Может, пойдем в кино? Может, лучше кабак. Знаешь? А мне по географии трояк выходит. Был еще и такой вариант, где вместо передней обложки Марьяны присутствовало фото, сделанное Алексеем Вишней. Алексей, кстати, сделал для этого целую фотосессию. Существует, кстати, и его собственный вариант. Но все-таки самая главная обложка альбома, которая предназначалась для тиражирования его на магнитофонах-бобинах, была сделана собственноручно Виктором Цоем. При издании же альбома на CD в середине 90-х, дизайнеры из Moros Records сделали свои собственные варианты обложек. Большинство композиций альбома 45 предельно понятные в трактовке не нуждаются. У меня ничего нет, и я никем не хочу быть. Это мой личный выбор. Я живу так, как хочу, но правильно ли я поступаю? Порой за толстым слоем самоиронии в песнях прослеживается тоска и безысходность существующей реальности, которые в последующих двух альбомах становятся буквально неприкрытыми. Но все-таки о некоторых композициях стоит сказать отдельно. В композиции «Дерево», например, Виктор Цой поет о новом начинании в своей жизни, о своем творчестве. Свои первые песни он сравнивает с только что посаженным неокрепшим деревом. Песня «Бездельник 2» изначально называлась «Идиот» и имела несколько другой вариант текста. На концертах она никогда не исполнялась. Детальные расшифровки песни «Алюминиевые огурцы» я уже посвящал отдельный выпуск на своем канале, но все-таки пару слов о ней я сейчас скажу. Данная композиция перекликается с песней «Дерево». Поется о том же самом, но в отличие от первой сильной доли иронии и пофигизма. Виктор Цой терпеть не мог зиму, а особенно снег. Своё отношение к этому времени года он в довольно депрессивной форме и выразил в композиции «Солнечные дни». В ироничной форме и с изрядной долей осуждения речь ведется о бывших бойцах рок-н-ролла, которые утратили интерес к жизни, постарели душой и превратились в домохозяек. В песне «Электричка» Виктор Цой описывает все те неприятные чувства, которые испытывает почти каждое утро по пути на работу. А вот самая лирическая композиция альбома «Восьмиклассница» посвящена юной очаровательной особе, с которой Виктора познакомил художник Андрей Медведев. Зовут эту девушку Дженни Ясниц, сейчас она известный петербургский дизайнер. В 1982 году Виктор Цой очень много времени проводил с этой девушкой. И вот как-то вернувшись с очередной прогулки, он за несколько минут и написал эту композицию. Песни были простые, красивые, музыкально интересные. Кто бы что ни говорил про три аккорда и, так сказать, дворовые песни. Это все в пользу бедных разговоров, потому что, если разбираться с музыкальной точки зрения, то даже в самых ранних песнях Вити были очень интересные гармонические переходы, совершенно неожиданные, совершенно не принятые в русской музыке вообще. Потому что мы ориентировались, ну мы, я говорю мы, потому что про начальный самый этап, там про 81-82, частично 83-й год. Мы просто слушали Битлз, XTC и Дюран-Дюран, и старались сделать так же, только по-своему. Так же не получалось, потому что никто не знал музыкальной грамоты. Поскольку музыка все-таки достаточно сложная, я уже не говорю о каких-то более сложных группах, но и Битлз тоже расковырять не так-то просто, на самом деле. Написать так, придумать так. То там у Вити было все в порядке с этим, с гармониями, с мелодикой, было все хорошо. Учился петь, он у Джона Леннона исключительно, он снимал абсолютно, так сказать, песни Битлз, те, которые пел Леннон, и в общем неплохо достаточно их исполнял. Это школа была у него такая вот, хотя у него немножко ограниченный, конечно, диапазон, но тем не менее. А песня – это просто, ну, это самая доходчивая штука такая. Не нужно напрягаться, читать книгу, да, идти в театр, там, разбираться в спектакле. Услышал, ходишь и напеваешь. Это массовая культура, это поп-музыка, популярное искусство. Поэтому так вот массы и подхватили. Это была хорошая, необычная для того времени поп-музыка. Первые копии альбома «45» начали распространяться на магнитофонах-бобинах сразу же после записи альбома. Причем спустя какое-то время появились копии, на которых присутствовала и песня «Я асфальт». «Тропилу дал мне переписать «45» первому. Ну, а я в этот же день дал переписать еще там 10 людям. Так появилось кино». Вплоть до 2012 года оригинальная мастер-лента альбома хранилась у Андрея Тропила. Во время же рейдерского захвата студии «Антроп» у Андрея отобрали не только помещение студии «Аппарат», но и все его многолетние труды – оригинальные пленки с альбомами многих легендарных музыкантов. До 2020 года судьба мастер-ленты альбома «45» была неизвестна. Пока в одном из моих осенних выпусков Олег Коврига не пролил свет на эту ситуацию. Кстати, в настоящий момент альбом «45» готовится к изданию на двойном CD. Занимается этим лейбл «Отделение выход». На первом CD будет оригинальный альбом, а на втором его «Черновик». Что же можно сказать обо всех существующих изданиях альбома, которые выходили на лейбле «Мороз Рекордс»? Если их сравнить с первыми копиями альбома «45», то можно сказать, что все издания от «Мороз Рекордс» отличаются крайне плохим звуком, очень бедной звуковой сценой, все композиции намного короче, так как сильно урезанные вступления и концовки песен. А, например, композиция «Я асфальт» в стерео до сих пор еще не издавалась. Так что ждем издания от Олега Ковриги. «Мороз Рекордс» «Мороз Рекордс» «Мороз Рекордс» «Мороз Рекордс» «Мороз Рекордс»